То есть, это такой умный плагиат, это просто шок, это просто вверх, это сверхразум. Полиция плагиата снова в деле. Недостаточно убедительно, да? А сейчас? Все равно нет. Камон, это же детская игрушка. А помимо одинаковых песен, в этом видео будут еще и одинаковые клипы. Ух, что нас ждет. Итак, сейчас я вам включу первую песню, которая звучит одинаково. В общем и целом, в общем, этот клип выглядит абсолютно по-обычному. Абсолютно типичный рэперский клип. Ничего в нем такого странного-то и нет. До того момента, пока вы не попадете на припев. Копикэтчена. Оу, нет, секундочку, я забыла сказать. Вот эта песня была выпущена раньше, чем песня Карди Би Up. То есть получается Карди Би копикэтчена. Будем надеяться, что это просто сэмпл. Надо будет потом проверить эту информацию. Карди Би действительно обвинили в плагиате песни. Но Карди Би сказала. Если я вдохновляюсь песней, мне несложно заплатить процент исполнителю за сэмпл. И вообще, кусочек песни я исполнила в прямом эфире 7 августа. Да, Карди исполнила песню Up впервые 7 августа. Но песня Stack вышла раньше. Она вышла 6 августа. Несколько раз вы мне скинули новую песню Джастина Бибера Die For You. Она на что-то похожа. И вот на что. Мне, конечно, кажется, что эти песни не похожи. Но я думаю, всем кажется, что эти песни схожи из-за того, что у них очень похожие барабаны. Так что я бы не сказала, что это скопикэтчена. У Розе, у одной из участниц Blackpink, вышла сольная песня, которая называется On The Ground. И всем показалось, что она звучит знакомо просто потому, что она действительно звучит знакомо и похожа на другие существующие... Во-первых, да, эта песня чем-то напоминает Blank Space Тейлор Смифт. А во-вторых, эта песня похожа чем-то на Льюиса Капальди. Я послушала, да, что-то похожее есть, но прям, чтобы одинаково... Не знаю, не знаю, напишите, как вам кажется. На самом деле, я не считаю, что Розе стырила у Тейлор Смифт или у Льюиса Капальди, потому что было бы странно брать кусочки вот этой песни, потом кусочки вот этой песни, и собрать такую мозаичную песню, которая похожа на кучу других песен. Нескопикачено. Мне скинули две песни, которые на самом деле максимально похожи, и разница выхода этих двух песен... Два месяца, если я не ошибаюсь. Вот такие совпадения, когда выходит сначала одна песня, а потом через два месяца появляется похожая, я считаю, что это уже не совпадение, это уже немножко такой копикет, потому что сходство очевидно. Ну вы поняли, скипикечено. Мне прислали дважды Катю Адушкину. Давайте послушаем, на что похожи ее вот эти две песни. Я не поняла, пока что вышла эта песня или нет, но это не важно, потому что она уже сразу... Вы чувствуете, что похожа на какую-то вот песню, прям, которая вертится на языке. Такое ощущение, как будто она нас прям троллит. Тролль. Очень похожая ритмика в вокале. На самом деле, для меня лично здесь совпадение не очевидно, но есть какие-то похожие моменты в ритме, да. Есть какие-то похожие моменты в вокале, в подаче, да. И при прослушивании треков возникает похожее настроение, то есть ты чувствуешь интуитивно, что эти песни как-то, не знаю, по энергетике что ли похожи, как-то так. Но супер ли очевидное совпадение? Не уверена, в отличие от следующей песни. Я так полагаю, что очень многим людям зашла песня Майли Зайрус и Дуалип и Признер, потому что из этой песни прям очень много всего тырят. Ну тут прям очевидно влияние песни Дуалип и Майли Зайрус. Ну прям... И самое интересное, что вот это не будет считаться плагиатом, потому что большая часть песни не похожа на песню Признер. Но вот этот вот маленький момент похож, да. А еще мне скинули вот эту песню. И сказали, что она похожа на вот эту песню. Но те, кто смотрел все мои выпуски песни, которые звучат одинаково, конечно же знают, что это сэмпл из вот этой песни. Этот сэмпл есть просто в тысячах песен. Я не понимаю, почему всем так нравится этот сэмпл. Конечно, это не скопиквечено, но мне все равно хочется сделать... Не получилось. Вот так вот. Песни группы Hertz, которые вы наверняка любите и знаете, Обнаружено совпадение. Вы это точно слышали, да? Действительно, это же прям похоже. Мне очень хочется доверять группе Hertz, поэтому мне кажется, что это не плагиат. Дальше, как бонус, в это видео я решила добавить клипы, которые похожи на другие клипы. То есть плагиаты в клипах. Наверняка многие из вас уже заценили клип Элджея Вундеркинг. Клип снят офигенно. Вот просто ничего не скажешь. Кроме того, что он немножечко позаимствовал. Короче, вы можете заметить гигантского Элджея и вот этих вот маленьких человечков. Забавные маленькие человечки. Кажется, что это особенная деталь вот этого клипа. Офигительная идея. С очень сложным воплощением. Но... Такое мы уже видели в декабре. У Лил Несекса. Да, та же самая идея. Гигантский Лил Несекс и куча маленьких человечков. Маленьких Лил Несексиков. Но Лил Несекс вообще-то тоже не без греха. Потому что это известный факт. У Трэвиса Скотта в Фортнайте был ивент. Он дал там виртуальный концерт. И везде бегали игроки. И дальше, через какое-то время, Лил Несекс рекламирует какую-то другую игру. Где у него выглядит все очень похоже на концерт Трэвиса Скотта в Фортнайте. Получается следующая цепочка. Существует Трэвис Скотт, у него тылит Лил Несекс, у Лил Несекса тылит Элджей, у Элджей тылит еще кто-нибудь. Это какой-то круговорот плагиата у музыкантов. Если вы вдруг подумали, что на этом все, конечно же нет. Потому что есть клип «Пчеловод», который вы наверняка знаете. И вы думаете, ну, вроде я не видел такого клипа. Кто может придумать еще что-то более сумасшедшее, чем локация в Чилино Мули? Да, такого я вроде не видела. Кроме одного кадра. Серьезно? Бж-бж? Один Кендрик Ламар сейчас просто в ярости от этого бж-бж. И это еще не все. У Моргенштерна и у Тимати есть песня «Эль Проблема». И угадайте, в чем проблема? Вот в этом кадре. Они едут на водном мотоцикле. Все чудесненько, замечательненько. Если бы не одно но. Клип Дрейка, который называется «Love now, cry later». Смейся сейчас, плачь потом, когда у тебя стырят идею. Ну, конечно же, вишенка на торте плагиата. Итак, клип Джастина Бибера, диджея Каледа и Дрейка. Если что, главный герой здесь Джастин Бибер. Он ходит по дому, но он не поет в этом клипе. Он просто принимает участие. Он снимается в качестве актера. Голос, который вы слышите, это голос Дрейка. Дрейк поет в этом клипе. И у нас в России появляется, угадайте что, вот этот чудесный клип. Главные роли Егор Крид, голос Тимати. Вся идея ужасно похожа. Короче, это 100% плагиат. Но, естественно, самое интересное. То есть, они сами понимают, что это настолько большая наглость, что сами сказали об этом. Ты видел клип диджей Калед, Дрейк и Джастин Бибер? Нам нужно снять вот такой же клип. Вот эта чудесная команда захотела точно такой же клип. И они решили сделать такой ход, типа, они говорят напрямую, что да, мы там стырили клип у Джастин Бибера, Дрейка и диджея Каледа. И я практически уверена, что они не спрашивали разрешения у Epic Records, звукозаписывающей компании диджея Каледа. То есть, это такой умный плагиат. Это просто шок. Это просто верх. Это сверхразум. Типа, есть вдохновился, есть скопикатил, а это просто высший разум плагиатизма. Как всегда, присылайте песни, которые, как вам кажется, звучат одинаково, в мой телеграм-бот. Просто отправляйте сообщения боту. С вами была Джейн Кравец. Пока! Я не сошла с ума, я просто жду, как теперь растает снег. Так и скажите, что вы этого ждали. Всем пока, сики! Субтитры сделал DimaTorzok